В Молдова-Газ необходимо ввести временное внешнее управление. С такой инициативой выступил член наблюдательного совета компании Серджио Тефилат за несколько дней до вылета министра энергетики Виктора Парликова в Санкт-Петербург на переговоры с Газпромом о поставках газа в 2025 году и обсуждение вопроса по утверждению нового состава правления Молдова-Газ. По мнению Тефилата, изменения необходимы, чтобы избежать угрозы остаться без голубого топлива. Учитывая, что новое руководство Молдова-Газ пока не утверждено Газпромом. Он отметил, что представил проект председателю парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариану, который признался, что был удивлен таким предложением. Член наблюдательного совета Молдова-Газ Серджио Тефилат заявил, что в отсутствие руководства Молдова-Газ не сможет закупать голубое топливо. По этой причине он предложил парламенту передать компанию под временное внешнее управление из числа представителей энергетического сектора страны. Чтобы защитить потребителей, необходимо предоставить право Республике Молдова на рейле другому учреждению назначить временную администрацию. Это нужно, чтобы не остаться без газа на период, пока Газпром не проголосует за новый совет. Вот это я предложил депутатам. Реакция от депутатов последовала? Нет, пока нет. Ждем реакции господина Раду Мариана. Когда я представил ему законопроект, он сказал, давай после выборов. Этот человек может быть со стороны? Из какого учреждения? Мы считаем, что в Молдове есть из кого выбирать. Специалисты в области энергетики природного газа у нас не закончились. Например, из кандидатов, которых мы отобрали на конкурсе с Молдова-Газом. Проблем нет, специалисты есть. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан заявил для информагентства ИПН, что удивлен высказываниями Серджио Тафилата. Он отметил, что проект Тафилата, предусматривающий создание временных администраторов на энергетических предприятиях, должен в первую очередь дойти до Министерства энергетики, которое является основным органом, отвечающим за энергетическую политику в стране. «Я удивлен этими высказываниями. Еще летом я дал четкий сигнал об этом проекте, а именно то, что Министерство энергетики является основным ведомством, занимающимся энергетической политикой в стране, и что этот проект должен быть зарегистрирован и вынесен на консультации министерством. То же самое я говорил после выборов. Господин Тафилат знал это с самого начала и постоянно обсуждал эту тему с министром», заявил глава парламентской комиссии по экономике. В ответ Серджио Тафилат раскритиковал позицию Раду Мариана. Он заявил, что депутат забыл упомянуть, что предлагаемый метод займет не менее шести месяцев при условии, что его рассмотрение не затянется. «Без политической воли и при наличии желания оставить Вадима Чабана в Молдово-Газе, они говорят, что нужно пройти стандартную процедуру, когда министерство обращается к правительству. Знаете, сколько времени это занимает? Полгода. И Раду Мариан это прекрасно знает. Нам же это нужно срочно. Именно поэтому я обратился к нему. Я понял посыл Раду Мариана, но отвечать потом перед людьми придется ему. Почему он это делает?» Реакция последовала и от председателя правления акционерного общества «Молдова-Газ» Вадима Чабана. В своем телеграм-канале он написал, что предприятие инициировало на торговой платформе БРМЕ на следующую неделю процесс закупки природного газа на первый квартал 2025 года, который полностью покроет спрос потребителей с января по март включительно. Похоже, что «Молдова-Газ» даже без внешнего управления работает и закупает газ. Отметим, что среди девяти членов правления «Молдова-Газа» пятеро являются представителями российского концерна «Газпром». В сентябре по итогам конкурса, организованного Министерством энергетики, новый состав членов правления был предложен на утверждение, однако представители «Газпрома» пока не дали ответ по этому вопросу.